Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вы поверите, что мой гость молился за больных 30 лет? Он видел исцеление двух головных болей, а некоторые и умирали. И это правда. Наступил момент, когда ему совсем не хотелось ни за кого молиться. Ну, представьте, 30 лет. Бог сверхъестественно освободил его от неверия. И теперь у него есть дерзновение освободить и вас от всякого неверия. Вы хотите этого? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня со мной Джон и Джанет Прудиан. Джон, я не знаю, как вам это удалось. 30 лет. Ну, честно, я молился год, и никто не исцелился. Один из-за меня даже умер. Но 30 лет. Грустно то, что один из умерших был вашим отцом. Да. Грустно. Правда ли, что наступил момент, когда вы уже боялись молиться за людей? Тогда служение исцеления было источником наибольшего разочарования в моей жизни. Все было тщетно. Я был разочарован и смотрел на это, как на полный провал. Я молился за больных, заставлял себя молиться за них, но не видел никаких результатов. Люди не исцелялись. Я молился за умирающих людей, и они умирали, не поправляясь. Я молился за тех, кто не умирал, и они тоже умирали. Это было очень плохо. Это было очень плохо и противоречило Писанию. Я понял, что в моей жизни что-то не так, потому что в Евангелии от Марка сказано, это знамение будет сопровождать верующих. Единственное требование — верить. Там не сказано о дарах исцеления, сказано, у веровавших будут сопровождать эти знаки. Именем моим будут изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Я пытался изгонять бесов из людей, и они не изгонялись. Я возлагал руки на больных, и они не исцелялись. Я знал, что проблема не в Боге. Он хотел, чтобы первый же человек, за которого я молился, был исцелен, но это было не про меня. Моя реальность не соответствовала Писанию, поэтому я знал, что во мне что-то не так. Проблема не в Боге. Она всегда не в Боге. Я знал, что проблема во мне, но не знал, как ее решить. К этому моменту прошло 30 лет, я не знал, что делать. Моя вера была на нуле. И тогда у моего отца обнаружили метастазы рака, и он ушел Господу. Он был верующим и любил Бога всем сердцем, но для меня было тяжелым ударом потерять его. Я не знал, что делать в этот момент. Я стоял на развилке дорог, а затем ваша жена, Джанет, попала в автомобильную аварию. Что случилось с вашим коленом? Однажды я стояла на заправке и вышла что-то взять из багажника. У автомобиля, который подъехал сзади, отказали тормоза, и меня зажало между двумя автомобилями. Меня отвезли в больницу, и первым чудом было то, что меня не убило, и ничего не было сломано. Но у меня было множество ушибов по всей ноге, повреждены нервы и раздроблено колено. Я восстановилась настолько, что могла ходить, но еще не могла бегать. И это все равно было Божьим чудом в моей жизни. Поэтому вы вдвоем отправились в Академию исцеления. Что с вами произошло? Я взяла книгу под названием «Когда небеса вторгаются на землю». И во мне что-то вспыхнуло. Мы были верными прихожанами церкви, читали Библию и молились, но я никогда не слышала, что в церкви происходят чудеса. Поэтому, прочитав об этом, я сказала, что я хочу это увидеть. Я хочу это увидеть. Мы поехали на конференцию, где спикером был Билл Джонсон. У него был дар слова знания, и он сказал, «Сегодня здесь есть люди, которые в предыдущие годы попали в автокатастрофу и теперь мучаются от болей. Бог хочет исцелить вас сегодня». Мои глаза широко открылись, я быстро встала и подняла руку. Билл сказал в обычной для себя манере, «Все те, кто стоит за людьми, поднявшими руки, возложите на них свои руки и помолитесь простой молитвой. Я помолюсь, чтобы вы были исцелены во имя Иисуса». Когда это произошло, я ощутила, как какая-то сила сбила меня с ног и вжала в кресло. Ноги задрожали, я ощущала эту дрожь всю ночь. Она будила меня снова и снова. Утром я встала, и припухлостей не было, они исчезли. Болей тоже не было. Джон, что происходило внутри вас, когда вы увидели то, что пережила ваша жена? После этого она стала другим человеком, но она всегда была посвященной женщиной. Мы не о ней. Что произошло с вами? Мы проходили школу исцеления и наделения с Рэнди Кларком. Одним из гостей спикеров был доктор Джеймс Малоуни. Он стал рассказывать обо всех чудесах, которые он видел, Бог исцелял сердца. И вы поверили, да? Когда он говорил, да. Созидательные и восстановительные чудеса – это то, о чем я мечтал всю жизнь. Я сказал, это то, чего я жаждал всю жизнь. А он продолжал говорить о своих действиях в панораме, о том, как он видит вещи в духе, и Бог показывает ему картины. Затем он вызвал вперед маленькую девочку. Не знаю, сколько ей было лет, может, 11. Ростом она была с пятилетнего ребенка. У нее было очень серьезное заболевание, которое остановило ее рост. Джеймс вызвал ее, описал конкретные детали болезни. Бог дал ему панорамное видение проблемы этой девочки и точно ее обозначил. Этого хватило, чтобы я пришел в восторг. Я сказал, дорогая, я никогда ничего подобного не видел. Девочка была ниже, чем должна была быть. Джеймс сказал, Бог исцелил тебя. Бог сказал мне, что так же он восстановит твой рост. Я подумал, значит, когда этой девочке будет 20, ее рост будет соответствующим. Но Джеймс сказал, Бог только что сказал мне, что восстановит твой рост прямо сейчас. Рискованно произносить подобные слова. Вы либо человек веры, либо полный глупец. И доктор Джеймс сказал, сфокусируйтесь все на Господе, сфокусируйтесь на нем, а не на проблеме, и поклоняйтесь Господу. На наших глазах девочка стала вытягиваться вверх, выше пряжки, потом до первой пуговицы, потом до второй. И тут вся аудитория будто хором вздохнула. Все сказали, ну и ну. Задержите дыхание, мы сейчас свернемся, и вы узнаете, что было дальше. Это сверхъестественно. Целых 30 лет он не видел чудес. А затем в том же году у Джанет произошло чудо с коленом. Кстати, у нее много веры на исцеление коленей. Я попрошу, чтобы она потом помолилась и за вас. Итак, вы поехали на собрание и увидели девочку, которая перестала расти. Затем евангелист Джеймс Мэллоуни сказал, я помолюсь за нее, и вы увидите, как она вырастет. Вы смотрите во все глаза, расскажите, что вы увидели. Я стал свидетелем величайшего за свою жизнь чуда. Девочка вытянулась на десяток сантиметров прямо на моих глазах. Это изменило мою жизнь. Ее брючки стали заметно короче, настолько она подросла. И в тот момент я сказал, господи, это один из прекраснейших моментов в моей жизни. Я отдам свою жизнь за то, чтобы увидеть такое проявление твоей благости. Я увидел взгляд этой девочки, увидел, как она росла, зная, что ее жизнь никогда не будет прежней. Верю, что в тот момент, когда я увидел это чудо, твердыня неверия в моей душе была разбита. Как я узнал, что изменился? Тем вечером мы вернулись в отель, и меня переполняла радость. Я не мог не рассказывать об этом всем. Вы не поверите, но мы видели, как маленькая девочка выросла. Вы не могли молчать? Один человек шел мимо по фойе, и я сказал, эй, вы не поверите, маленькая девочка была вот такой, затем выросла. Он был скептиком и ответил, хорошо, а что ваш бог сделает вот с этим? Он протянул руку, и она была совсем белой, холодной и бесцветной. Если бы это случилось года за четыре до этого, то я похолодел бы от страха. А теперь я смотрел на руку и сказал, Богу легко это исцелить. Как будто все изменилось. Мы начали молиться за этого человека, и тут на белизне его кожи появилось красное пятнышко. Оно стало спускаться по руке, и к мужчине вернулись ощущения. Этот мужчина никогда не чувствовал свою руку, а теперь обрел чудо, потрясающее чудо. Он чувствовал здесь, а здесь нет. Затем чувствовал здесь, а в другом месте нет. Ощущения спускались по руке, и, наконец, он стал полностью чувствовать свою руку. Затем и всю кисть. У него произошла удивительная встреча с Богом, и он отдал свою жизнь Иисусу. Меньше чем за один час из скептика он превратился в рожденного свыше верующего. Христианина. Представляете? Хорошо. Расскажите еще о паре чудес, которые вы видели своими глазами. Мы проводили собрание в Москве, и у одного мальчика была большая твердая опухоль. Бог полностью убрал все так, что от опухоли и следа не осталось. Бог совершил великое чудо, когда человек не чувствовал свою ногу. Как и в предыдущем случае, ощущений не было вообще. Бог полностью восстановил все ощущения и нервы в его ноге. Два чуда за одно собрание. Было еще одно значимое чудо. У одной женщины на ноге была большая вмятина после пинка лошади. В ноге не хватало мягких тканей. Я сказал, проверьте. Сделайте что-то, чего не могли сделать раньше. Потрите место, где была вмятина. Она стала тереть это место. Слава Богу, была так сильна. Это было собрание исцеления, и вера этой женщины возрастала, потому что она проверяла свое чудо. В это время Бог восстанавливал повреждения. И вот, на месте вмятина была гладкая кожа. Прекрасно. Вам приснился сон, после которого чудеса удвоились. Вы называете это быстрым сном. Объясните это. В этом сне я служил, стоя перед большим количеством людей в большом собрании. Дух Святой высвечивал для исцеления отдельных людей в аудитории. Я говорил, Бог касается вас. Сделайте что-то, чего не могли делать раньше. Как только люди начинали проверять, их как будто заключал в себя большой пузырь воды. Хотя все происходило не в воде. Их облекали пузыри, и это происходило по всей аудитории. Люди исцелялись очень быстро. Потом я взглянул на свою ногу и увидел, что она вся искалечена. Я сказал, Боже, помоги мне, мне тоже нужно исцеление. И я услышал, как Господь ответил, прими быстро. Как только Он это сказал, я протянул ногу, попал в пузырь воды, и Бог полностью восстановил мою ногу. Он будто показал мне, что переживали другие люди, когда получали исцеление. Затем я проснулся и спросил Господь, а что все это означало? И Он ответил, мой народ слишком медленно принимает от меня исцеление. Научи людей принимать исцеление быстро. Я принял это слово. У меня евангельское образование, поэтому я должен был проверить словом то, что услышал от Бога. Я изучил чудеса Иисуса и заметил, что Он произносил очень короткие молитвы. «Протяни руку», и человек исцелялся. Короткие предложения. «Короткие. Встань, возьми постель свою и иди». И парализованный сделал так, как сказал Иисус. «Не было цветистых фраз». Только короткие молитвы. Люди слушали и исцелялись быстро. Поэтому я начал учить этому принципу на служениях исцеления и учил людей принимать быстро. Примите быстро, не мешкайте, не сомневайтесь. «Исцеление здесь, Бог здесь». Я заметил, что количество исцелившихся на служениях исцеления возросло потом вдвое. Знаете, что мне это напоминает? Вы помните историю о купальне Вефезда? О том, что первый, кто попадет в воду, когда она забурлит, исцелится. Вы этого не знаете, а я знаю. У Джанетт великолепный голос, когда она поет, словно приходит река исцеления. После того, как она споет и помолится за больных, я бы хотел, чтобы вы разбили все цепи неверия в людях. Скажите, вы это сделаете? Да. Мы скоро вернемся. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы. Были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крэйг Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий из-за того, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь! Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я вырос в бедном, полном насилия доме, где были наркотики и алкоголь, но Бог использовал вашу программу, чтобы смыть боль моего прошлого и дал мне новую надежду на мое будущее. Теперь я свободен и хожу в Божьем сверхъестественном каждый день. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Вы так быстро и так многому научились. К примеру, расскажите мне о двух третях жизни. Ключевое место — первое послание Фессалоники, цемпиатая глава. Я осознал, что должен понять, что происходило все те годы, когда люди не исцелялись, чтобы суметь помочь людям быстро из этого выйти. Я даже не хотел видеть людей. Вам не обязательно тоже 30 лет избегать людей. Писание говорит «Сам Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порог». Нам нужно осознать, что мы созданы из трех составляющих. Дух — это нума, это наш духовный человек. Петр называет его сокровенное сердце-человек. Павел называет его внутренним человеком. Когда мы спасаемся и наполняемся Духом Святым, он приходит и поселяется в нашем духе. Наш дух принимает от Духа Святого. Наша душа — это псухе. Так родилось слово «психика». Это наш разум, воля и эмоции. И сома — наше тело. Поэтому я молился в душе. Многие люди упускают этот момент. Да, затем я возлагал руки на больных. Использовал только две трети — душу и тело. В этом уравнении не хватает самого главного. Дух Божий — вот самое главное. Без него у меня абсолютно ничего нет. Он тот, кто исцеляет. Именно действие Духа совершает все это. Нам нужно укрепление для нашего внутреннего человека Духом Святым. Когда наш внутренний человек укрепится, он вырвется через оболочку, которую создала вокруг нас наша душа. Я заполнял свою душу мусором. Дух Святой был во мне, но он не действовал, потому что все контролировала моя душа. Проблема была в этом. Моя душа сдерживала и ограничивала мой дух. Он смог вырваться на свободу только тогда, когда цепи и твердыни, неверия, спали с меня в атмосфере чудес. Тогда тонкой струйкой жизнь Духа во Христе, о которой сказано в 8 главе римлянам, начала вливаться в мою душу. И тогда поменялось мое мышление. Именно тогда я начал молиться совсем иначе. Слишком многие христиане живут своей душой и телом, не вникая в жизнь Духа Святого. Хорошо, сейчас я посвящу вас и расскажу, как это сделать. Джанет, спойте, пожалуйста, а затем помолитесь так, как ведет вас Бог. Ты велик, Господь. Ты велик, и Ты творишь такие великие чудеса. Нет подобного Тебе, Иисус. Нет подобного Тебе, мой Господь. Ты дивно велик. Ты творишь такие великие чудеса. Все в Твоей руке. И все в Твоей власти. Ты творишь великие чудеса. Помолитесь за восстановление коленей, Джанет. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо за то, что ты спаситель и целитель. Я знаю, что ты можешь сделать и для других то же, что сделал для меня. Я знаю, что для тебя радость изливать свою любовь и свою благость, исцеляя свой народ. Мы благодарим тебя, Иисус. Если у вас болят колени, то прямо сейчас я говорю этой боли «нет», особенно если вы попадали в аварии. Если ваша боль продолжается с момента какой-то аварии, я говорю этой боли «нет» во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо за то, что ты спаситель и целитель. Аминь. Разбейте цепи неверия. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Я молюсь сейчас, по богатству Твоей славы, Господь, укрепи каждого внутреннего человека Духом Святым, чтобы все неверие в этот же момент было разрушено во имя Иисуса. Господь — это слова веры. Пусть вера возрастает в людях, чтобы они начинали говорить Твои слова и были ведомы Духом, чтобы они сами начали переживать чудеса. Бог, я благодарю Тебя. Я вижу, что сейчас Господь касается человека с камнями в желчном пузыре. Он растворяет эти камни. В Техасе есть человек по имени Пол. У вас инфекция, которая затронула селезенку. Бог желает исцелить вас прямо сейчас. Джейн из Калифорнии. У вас проблемы с правым плечом и шеей. Бог восстанавливает вас прямо сейчас. Господь, спасибо, что касаешься этих людей. Благодарю Тебя, что Ты разрушаешь неверие. Господь, я молюсь, чтобы Дух Святой пришел прямо сейчас и ворвался в их души как поток. Спасибо тебе, Господь. Теперь у них ум Христов. Ум Христов прямо сейчас, Господь, их умы преображаются в ум Христов, силой Твоего Духа, который живет в них. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы воздаем Тебе всю славу и всю честь. У кого-то сейчас исцеляется правая лодыжка. Смелей проверьте ее. Скорее, не сомневайтесь. Ускоренное исцеление приносит Божие вчера в ваше сегодня. То, что Он провозгласил в прошлом, входит в ваше настоящее. Примите это быстро. Здесь есть человек, у которого сломано левое ребро, и оно не исцеляется. Примите быстро. Сейчас примите исцеление. Начинайте двигаться и проверять. Вы обнаружите, что оно восстановлено во имя Иисуса. Господь, мы воздаем Тебе всю славу и честь. Ты целитель Господь. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя во имя Твое. Прекрасное и драгоценное. И кое-что еще. Только что открылось чье-то левое ухо во имя Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Знали ли вы, что вы созданы жить в Божьем присутствии? Я Хайди Бейкер. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно». Я поделюсь с вами самыми важными ключами, которыми я научилась высвобождать атмосферу небес и каждый день жить в присутствии Господа. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть — это сверхъестественное. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров, благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.